Привет, друзья! С вами Кирилл. На этом канале мы изучаем английский язык и, в частности, разбираем часто встречающиеся ошибки в речи. Сегодняшний урок посвящен 10 типичным ошибкам в английском языке, которые нужно обязательно устранить, если они у вас проскакивают. Мы специально будем первым рассматривать предложение с ошибкой. Ваша задача – зафиксировать ее и исправить предложение. На самом деле, очень важно проанализировать именно неправильное предложение, то есть в каком-то роде побыть в роли учителя. Это помогает лучше понять и запомнить, как нужно говорить. Итак, приступаем к работе. Он женился на сестре своего лучшего друга. Это предложение неверно, так как глагол to marry someone употребляется без предлога. Исправляем. He married his best friend's sister. Но при этом обратите внимание на нюанс. Если мы немного перефразируем предложение и вместо глагола marry используем выражение get married или be married, значит появляется предлог to. Но не with в любом случае. He got married to his best friend's sister. He is married to his best friend's sister. Запоминаем. He married her. Но he got married to her. He is married to her. Ошибка номер два. Моя кошка весит около пяти килограммов. В этом предложении ошибка, потому что слово weight – это не глагол, а существительное, которое переводится в вес. Глагол весить – иметь вес, to weigh, без финальной t. Поэтому говорим my cat weighs about five kilos. Если перефразировать это предложение, то можно употребить и существительное weight. His или her weight is about five kilos. Следующая ошибка на первый взгляд весьма очевидна, но тем не менее встречается часто. Мой брат выше меня. Когда речь идет о росте, мы употребляем слово tall. My brother is taller than me. Он ростом почти два метра. He is almost two meters tall. Четвертая ошибка. Ты должен был мне помочь. В этом предложении не хватает глагола to be. To suppose something – значит предполагать что-то. Я предполагаю, что он не уйдет по-тихому. I suppose he won't leave quietly. To be supposed to do something – значит быть должным сделать что-то, когда ожидается, что кто-то сделает что-то. Не путайте suppose с be supposed to do something. Во втором случае обязательно нужен глагол to be. В нашем предложении он будет в форме прошедшего времени. You were supposed to help me. Ошибка номер пять. Я не смотрел телевизор с прошлого года. Классическая ошибка русскоговорящих. Если мы говорим о незавершенном периоде времени, который начался в прошлом и длится до сих пор, употребляем предлог since. I haven't watched TV since last year. Следующая ошибка очень распространена. Причем ее часто допускают люди с уже довольно хорошим знанием языка. Я прибываю в Грецию в полдень. Почему это предложение неверно? Потому что мы не употребляем глагол arrive с предлогом to. Когда речь идет о стране или о городе, употребляется выражение to arrive in. I arrive in Greece at noon. Седьмой пункт. Я доверял ему, несмотря на сомнения. Ошибки тут могут быть самыми многообразными. Все дело в путанице между синонимами in spite of и despite, которые переводятся несмотря на, вопреки. Нужно запомнить. In spite of – три слова. Despite – одно слово, не употребляется с предлогом of. Поэтому правильно будет сказать По следующей ошибке недавно был целый урок на канале. Это путаница между словами good и well. Я хорошо спал прошлой ночью. Так как нужно охарактеризовать глагол sleep, мы должны вместо прилагательного good употребить наречие well. Ведь глаголы, за исключением, характеризуются именно наречием. Исправляем ошибку. I slept well last night. Ошибка номер девять. Мы пошли гулять под дождем. Нельзя переводить с русского на английский дословно. Выражение «под дождем» звучит in the rain. We went for a walk in the rain. В дожде. In the rain. И последняя на сегодня ошибка. На всю обувь действует скидка 20%. В русском языке проценты употребляются во множественном числе, а в английском языке – в единственном. There is a 20% discount on all footwear. Вот такой набор типичных ошибок у нас сегодня получился. Если вам понравился выпуск и вы хотите увидеть продолжение, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. И, конечно же, расскажите, какие ошибки раньше совершали вы. Или, может быть, вам удалось сегодня идентифицировать все ошибки и успешно исправить все предложения самостоятельно. Смотрите ссылки на другие полезные материалы в описании под этим видео. И не пропускайте свежие выпуски. Большое спасибо за то, что смотрите. Увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok